У нас все вот эти артисты, там всякие, их много слишком артистов, и все они под руководством кого-то, короче, как пашут. Ну, короче, как у Карабаса Барабаса, вот он их плеткой, а-а-а, мочил, на, туда кукол этих всяких, вот это, это, так же у нас эти артисты, вот так же и работают. А нет, чтоб артист действительно работал сам от своей души, никто им не командовал туда-сюда, сам пел бы, сам все это делал, сам бы все, а не под чьим-то руководством, вот это артист, вот это был бы настоящий артист, а у нас все подделанные артисты, стараются этот голос, чтоб он не разносил, только он разносил только в зале и где-то, вот тут, там. А мне кажется, должен артист, он везде должен петь свободно, вот как Шаляпин, он свободно пел, вот Шаляпин был артист, настоящий был артист, он свободно пел, а у нас же поют под руководством, под чьё-то, вот всё, ради наживы поют. А Шаляпин, да ради наживы он не пел, да и раньше такой-то херни не был, он пел. Как-то, я помню, про Шаляпина он, как-то его не пустили там где-то петь, что-то запретить там, чтоб в зале он не пел, а он на улице запел. Так все с театра выбежали и Шаляпина слушали, а он на улице запел и все, о, бросили всё, весь этот, и все к нему всё равно прибежали и слушали Шаляпина, а он пел. Вот, вот как надо петь, как Шаляпин, а не так под руководством чьим-то, надо просто свободно петь в этом мире, и свободно, когда человек свободно живёт, он на много раз, то у него крылья там четыре, пять, даже шесть могут появиться, он будет летать, порхать, вот.